добрый день дорогие друзья я согласен с теми кто говорит о том что писать челобитные или делать обращение к нынешнему режим абсолютно бессмысленно и бесполезно говорить надо с теми кто готов говорить и кто готов слышать поэтому сегодня я хотел бы сделать обращение к дипломатам и послам демократических стран которые работают в республике беларусь дорогие друзья я знаю что скоро вам предстоит такая церемония как вручение верительных грамот по случаю вашей работы вашей аккредитации в республике беларусь я понимаю что дипломатия возникла задолго до того как появились в принципе демократические государства и демократический мир что дипломатия была инструментом общение государств в том числе вполне себе авторитарных и решала задачи которые стояли перед разными странами в разные века я понимаю что и в двадцатом веке демократическим странам приходилось взаимодействовать с тоталитарными авторитарными даже фашистскими государствами верительные грамоты вручались и диктатором и тираном и всяким узурпатором мы знаем что послам приходилось работать и со Сталином и Гитлером и сейчас приходится работать с большим количеством авторитарных режимов я понимаю что вручение верительных грамот не означает одобрение того что делает тот или иной режим не означает что демократические страны мирятся с положением вещей в той или иной стране это дипломатический этикет и я отдаю себе отчет что смысл деятельности дипломата в защите национальных интересов страны которую он представляет и граждан страны которую он представляет поэтому да приходится действовать в любых режимах в том числе и весьма враждебных я понимаю что вручение этих грамот конкретно гражданину лукашенко который объявил себя президентом несмотря на тотальную фальсификацию выборов и нежелание принимать его белорусским народом то есть несмотря на его полную нелегитимность не является по большому счету фактом признания его победы на этих выборах да как мне кажется это два разных немножко факта и две ситуации и я естественно как гражданин республики беларусь не могу ни влиять ни как-то советовать вам как действовать в этой ситуации но хотел бы обратить внимание на другое хотел бы обратить внимание что сейчас эта весна является наихудшим из возможных времен когда стоит странам демократическим приверженным правам человека и верховенства ценностям верховенства права вручать такие грамоты конкретно александру лукашенко я напомню что сейчас происходит именно весной 2021 года были развязаны самые самые жестокие репрессии в отношении всего белорусского народа абсолютно беспрецедентные каких не было даже летом и осенью 20 года когда репрессии в основном касались граждан которые вышли на улицу и гражданских активистов которые заняты в политике весной двадцатого года лукашенко инициировал законы которые являются репрессивными по отношению не только ко всем гражданам беларуси без исключения но и ко всем сферам общественной жизни фактически перестает существовать после принятия этих законов свободная пресса устанавливаются абсолютно невозможные жесточайшие репрессии в отношении гражданского активизма общественной политики людей имеющих активную политическую жизненную позицию ужесточаются трудовые отношения и вводятся репрессии в отношении тех работающих граждан которые хотели бы использовать свое право на забастовки вводятся новые репрессии в отношении деятельности в сети интернет вводится понятие дискредитации республики беларусь под которые реально можно подвести все что угодно и осудить абсолютно любого гражданина вводятся новые ограничения на деятельность гражданского общества огромное количество запретов делается невозможным какая-либо уличная протестная активность в принципе и так далее и тому подобное этот огромный список ухудшения ситуации беларусского общества и в плане административного и в плане уголовного законодательства означает невероятные по масштабу репрессии именно весной 2021 года второе именно этой весной мы видим продолжение и начало непосредственно уголовных процессов в отношении лидеров беларусского гражданского общества я имею ввиду и Марию Колесникову и Виктора Бабарико и Максима Знака и Сергея Тихановского и Николая Статкевича и Павла Северинца и многих-многих других очень важных для беларусского общества людей мы видим что каждый день штампуются неправосудные приговоры и в этом смысле это осень это 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 весна стала просто ну таким временем да которое можно сравнить только с 1937 годом в советском союзе временем абсолютно тотальных несправедливых судебных процессов ну и третий аргумент неясна судьба американского посла в беларуси мы знаем что фактически мид республики беларусь и лукашенко теперь принимают решение относительно пускать или не пускать посла иностранной державы в зависимости от того лоялен или не лоялен этот посол непосредственно лукашенко то есть принимать или не принимать посла зависит от покорности или готовности к покорности той или иной дипломатической миссии это абсолютно не ну как бы невозможно в современном обществе страна определяет политику своего посла а не страна которая отправляет а не та которая принимает и в этом смысле я считаю что возможно европейским послам стоит проявить солидарность с американским коллегой и если уж вручать эти уберительные грамоты то вручать всем вместе и после того как будет решена судьба американского посла то есть я прошу вас я не могу просить от всего беларусского общества или даже от гражданского общества нет у меня таких естественно полномочий я человек который очень дружил с большим количеством дипломатов в беларуси и особенно теплые отношения у меня были с французской миссией с французским посольством на протяжении нескольких поколений французских послов мы оставались очень в близких дружеских отношениях а господин Дидиа Канес даже снялся у меня в кино в одной из довольно значительных ролей но я хочу сказать другое я хочу сказать что именно сейчас европейской дипломатии следует подумать является ли вручение грамот господину Лукашенко хорошим знаком для беларусского народа хорошим знаком для всех тех кто томится в тюрьмах хорошим знаком для координационного совета хорошим знаком для тех кто пытается организовать переговоры с Лукашенко для Светланы Тихановской мне кажется нет в этой связи было бы наверное правильным просто отложить эту процедуру да тут же нет никакой спешки нет никакой острой необходимости сфотографироваться с Лукашенко да и дать ему еще больше возможности использовать Европейский Союз в рамках кампании грязной пропаганды на белорусском телевидении я думаю что вполне можно отложить это до того момента когда будут вынесены решения по основным судам и все-таки будет какое-то решение выпустит или не выпустит Лукашенко политических заключенных отложить это до того момента когда будет понятна правоприменительная практика этих самых репрессивных законов отложить это до того момента когда будет решена судьба американского посла в Беларуси и таким образом решение демократического мира цивилизованного мира будет единым и знаковым для наших граждан отложить не значит отменить я понимаю и рано или поздно придется работать с той властью которая ну фактически держит в плену эту страну тем не менее повторяю весна 2021 года является ужасным ужасным моментом для вручения таких грамот да потому что это будет воспринято как знак согласия согласия послов демократического мира и с глобальными репрессиями которые затеял Лукашенко этой весной и с судебными делами и приговорами и с чудовищным отношением к американскому послу я очень надеюсь что те люди которые работают в европейских миссиях передадут это видео уважаемым очень мною дипломатам а также призываю представителей гражданского общества также писать дипломатам письма да и просто неравнодушным гражданам и просить их отложить вручение верительных грамот вот спасибо огромное за внимание это был Андрей Курейчик драматург-режиссер и один из членов координационного совета Беларуси всем пока